Добрый день, дорогие друзья! У нас начинается с вами урок русского языка. Подтвердите, пожалуйста, слышно ли и видно ли меня. Приветствую вас всех. Замечательно. Тогда мы начнем. И начнем, как всегда, с проверки предыдущего задания. Я просила вас в конце прошлого занятия, которое несколько скомканно у нас завершилось, разобрать, сделать морфологический разбор каждого существительного в предложении. Клемов ехал из Петербурга в Москву в почтовом поезде. Так вот, как это должно было выглядеть? Здесь всего 4 существительных. Клемов, Петербурга, Москву и поезде. Каждая из них следовало разобрать вот так. Итак, климов. Мы выписываем это существительное в той форме, в которой оно стоит в предложении. Обозначаем, что перед нами существительное. Отвечает на вопрос «Кто?». Вопрос мы задаем к той форме слова, в какой оно перед нами в предложении. В данном случае это именительный падеж, поэтому вопрос совпадает с именительным падежом, вопросом именительного падежа «Кто?» и обозначает предмет. Все существительные, как я вам говорила, имеют значение предметности, к какому бы разряду по значению они не относились. Начальная форма климов – это именительный падеж, мужской, единственное число для существительных. К постоянным признакам переходим – это существительное, собственное, именно потому оно пишется с большой буквы, это фамилия. Оно одушевленное, поскольку обозначает живое существо, да, мужской род, второе склонение, потому что здесь нулевое окончание. Непостоянные признаки, которые проявлены только в этом предложении, это именительный падеж и единственное число. Синтаксическая роль подлежащая. Второе слово из Петербурга. Посмотрите, пожалуйста, служебные части речи, да, не являются членами предложения, мы их при разборе указываем в скобках и прикрепляем к тому существительному, которое разбираете, потому что от данного предлога зависит форма как раз существительного, то есть оно нам нужно, но мы его ставим в скобках, оставляем в скобках. Это, конечно, тоже существительное. И вопрос мы задаем здесь, из чего? О, вопрос, конечно же, здесь для синтаксической роли мы зададим, для определения синтаксической роли мы зададим вопрос более подходящий, да, откуда ехал Климов. И по этому вопросу определим, что перед нами обстоятельства, да, но вопрос для определения формы существительного, морфологических его признаков мы задаем, опираясь на предлог. Из чего едет Климов? Предметности значения остается у всех существительных. Начальная форма Петербург, это тоже собственное, имя собственное Петербург, поэтому пишется с большой буквы, существительное мужского рода и второго склонения. Непостоянные признаки родительной падежи, это мы, опять же, определили по вопросу, и единственное число. Про синтаксическую роль я уже сказала. В Москву вопросик, точнее, в скобочках мы предлог снова выписываем, задаем вопрос, во что? Для определения синтаксической роли вопрос более подходящий куда, да, а где, когда, куда, откуда, это вопрос со обстоятельством. Возвращаемся к морфологическому разбору и по порядку пройдемся по нему. Итак, вопрос к этому существительному, во что едет? Начальная форма Москва, это тоже имя собственное, поэтому тоже с большой буквы название города, неодушевленное, женский род и первое склонение. К непостоянным признакам падеж и число относятся, в данном случае падеж винительный и единственное число. Про синтаксическую роль я уже сказала. И последнее существительное в поезде, в почтовом поезде. Вопрос, который мы задаем к этой форме существительного, в чем едет в поезде, обозначает предмет, общее значение предметности. Начальная форма поезд, это нарицательное существительное, поэтому с маленькой буквы, неодушевленное, мужского рода, второго склонения. Творительный падеж, единственное число, непостоянные признаки. И синтаксическая роль дополнения. Напомню, что дополнения – это слова, которые отвечают на вопросы косвенных падежей, то есть всех, кроме именительного. Значит, мы перебираем все вопросы падежей, если они подходят к данному существительному. Ехал Климов в чем? В поезде. Это вопрос творительного падежа. Значит, перед нами дополнение. Вообще, при выполнении синтаксического разбора, то есть определения роли слова в предложении, допустимо двоякое толкование роли существительных в зависимости от вопроса. К примеру, к предыдущим существительным, к Москве и Петербургу, мы могли бы тоже задать вопрос дополнения. Из чего? Из Петербурга, во что? В Москву. Но логичнее все-таки в рамках предложения Климов ехал не из чего, во что, а откуда и куда. И поскольку нам здесь ближе вопросы обстоятельства, мы обозначаем эти слова, соответственно, как обстоятельства. Но если вы вдруг подчеркнули из Петербурга и в Москву как дополнение, то грубой ошибкой это не будет. В принципе, ошибки не будет, потому что вы опирались на вопросы дополнения, вопросы из чего и во что. Но, конечно, логичнее правильно определить их как обстоятельства. Перейдем к сегодняшней нашей теме. Она звучит как правописание имен существительных. Мы здесь вкратце вспомним программу начальной школы, разберем, каков алгоритм действий при выборе орфограмм в корне существительных, в окончании существительных. И несколько подробнее остановимся на орфограммах в суффиксах существительных, что для вас будет, наверное, являться новой информацией. Так вот, если перед нами орфограмма в корне существительного, как, в общем-то, и в корне любой другой части речи, мы пробуем проверить ее, эту орфограмму, каким-то однокоренным проверочным словом. То есть таким словом, где слабая позиция нужной нам буквы будет находиться под ударением. Тема сегодняшняя, отвечая на вопрос Степана Вовченко, правописание имен существительных. Так вот, орфограммы в корне проверяются чаще всего однокоренными словами, в которых данная орфограмма в сильной позиции, то есть под ударением. Ну, например, удивить, диво, примерять, мерка, молочный, молоко, точнее, молоко, здесь первая гласная в корне, она проверяется только по словарю, здесь нет каких-то проверочных слов. А вот вторая орфограмма, молоко, да, можно проверить молочный, слово молочный, где появляется ударение в прилагателе. Остальные слова, для которых мы не можем найти какое-то проверочное слово, рекомендуется проверять по словарю. В принципе, если вы затрудняетесь найти какое-то проверочное слово, даже если оно существует в орфографическом словаре, вы можете найти написание любого слова, даже для того, которое мы самостоятельно можем подобрать проверочное. Ну, и еще обращу ваше внимание на ряд корней, так называемых чередующихся корней, с определенным лексическим значением, для которых два предыдущих правила не подойдут. Я говорю сейчас о чередующихся корнях, в которых чередуются, соответственно, буквы Е и И. Это корни БЕР-БИР, ТЕР-ТИР, ДЕР-ДИР, СТЕЛ-СТИЛ, МЕР-МИР, ПЕР-ПИР и так далее. Вот они перечислены в следующей табличке. Здесь неправильным будет проверять однокоренными словами эти орфограммы. Почему? Потому что они, написание их регулируется определенным правилом. Мы смотрим на последующий суффикс А. Если он есть, то в корне выбираем буковку И. Если же корня А после суффикса нет, значит, в корне остается буковка Е. Суффикс А, соответственно, значит, тот маркер, который влияет на гласную в корне. Ну, к примеру, да, разберем несколько примеров. ВЫТИРАТЬ. ВЫТИРАТЬ. Мы не знаем, не слышим, да, что нужно писать между Т и Р. У нас как будто бы есть проверочное слово ТЁРКА. Но в данном конкретном случае мы не можем этим правилом воспользоваться, не можем подобрать однокоренное, потому что в слове ВЫТИРАТЬ в корне пишется И, потому что есть суффикс А последующий. В однокоренном к нему глаголе ТЕРЕТЬ в корне буква Е, потому что после него нет суффикса А. Также и во всех других перечисленных корнях единственное исключение здесь в слове СОЧЕТАТЬ. СОЧЕТАНИЕ или СЛОВО-СОЧЕТАНИЕ, там всегда пишется буковка Е. А в других корнях, значит, чит, например, ПОЧИТАТЬ, да, в значении УВАЖАТЬ КОГО-ТО, будет все зависеть, как и в других подобных корнях, от суффикса А. Также от последующего за корнем суффикса А зависит написание двух пар других корней, это ЛАКЛОЖ и КАСКОС. Здесь, соответственно, А пишется, если есть следующий корень, после корня суффикс А, и О, если такого суффикса нет. Есть и другие чередующиеся корни, где, например, мы выбираем между А и О в зависимости от того, чем оканчивается корень. Это корни РАСТ, РОС, СКАЧ, СКАК, СКОЧ, да, там РАСТ, соответственно, дает нам букву А, С и Ща дает буковку, С дает буковку О. Но это, я подробно не стала заострять ваше внимание именно на этих чередованиях. Важно помнить, что часть корней, их желательно запомнить, желательно запомнить, что некоторые корни все-таки нельзя проверять проверочным словом, однако написание каждого слова по-прежнему можно проверить по словарю. Вот. Это что касается орфограмм в корне. Такие орфограммы не только у существительных бывают, но и у любых других частей речи самостоятельных, да, проверяем, либо однокоренным проверочным словом, либо вспоминаем правила очередования корней. Другие, тоже не менее распространенные, и может быть чуть более сложные, орфограммы, связанные с окончанием существительных. Чтобы правильно написать окончание какого-то существительного, нужно, конечно же, вспомнить, к какому склонению данное существительное принадлежит, и понять, в каком падеже в данном предложении это слово вы хотите использовать. Ну, давайте вспомним то, о чем мы говорили на прошлом занятии. это три типа склонения существительных. К первому склонению у нас относятся существительные мужского и женского рода с окончанием «а» или «я». Папа, мама, стена, дядя, юноша и так далее. Вот парадигма этих окончаний в каждом падеже. «А» – «я» в именительном, в родительном «ы» – «и». Мамы, дяди, да, сразу же следите за примерами. В красном здесь выделено окончание. То есть, если вам нужно, к примеру, написать, если вы вдруг не помните, как написать слово «мама», то вы глядите на парадигму первого склонения, определяете падеж, в котором это слово стоит, нужное вам, да, и подставляете то окончание, которое обычно принимают существительные первого склонения в том или ином падеже. Ко второму склонению относятся существительные с нулевым окончанием или мужского рода, да, или существительные среднего рода с окончанием «о» или «е». Для них тоже своя парадигма окончаний существует. Она представлена на нашем слайде. К третьему склонению относятся существительные женского рода, оканчивающиеся на мягкий знак «дочь», «ночь», «степь» и так далее. Вот и их окончание в каждом падеже. Естественно, вам не нужно запоминать всю парадигму окончаний для каждого склонения, каждого падежа. Для того, чтобы какое-то окончание проверить, вам достаточно вспомнить, к какому склонению относится это существительное, и вспомнить слова-помощники, которые существуют для каждого типа склонения. Помощь их будет заключаться в том, что при склонении этих существительных их окончания оказываются ударными в каждом из падежей. Ну, например, для слов первого склонения это слова «стена» и «земля». Стена подойдет для тех существительных, основа которых оканчивается на «твердый», «согласный», и слово «земля» подойдет для тех существительных, которые оканчиваются на «мягкий согласный», основа которых оканчивается на «мягкий согласный». Это будет слово «земля». Ну вот возьмем нашу пресловутую маму, в которой, конечно же, мало кто ошибется, но просто этот пример очень доступный для восприятия на слух. Например, я недоволен замечанием или там «я скучаю по маме». Мы четко не слышим, что у нас в окончании «маме» или «по ма ми». Тогда мы действуем так. Вспоминаем слово «мама» к первому склонению относится, вспоминаем слово «помощник» для этого склонения «стена» и подставляем вместо «мамы» стену. Я скучаю по стене. По стене окончание оказывается ударным, и, соответственно, в слове «мама» тоже в окончании будет буковка «е». Для второго склонения это слова «стол» для мужского рода, «конь» для существительных мужского рода, основа которых оканчивается на «мягкий согласный», проверочным будет слово «конь» и для среднего рода слово «окно». Для третьего склонения таким словом-помощником будет являться слово «рожь». Конечно, можно и другие подобрать слова. Главное, чтобы их окончание было ударным в любом из падежей. Так вот, если нам нужно, например, написать правильно какое-нибудь слово, например, в тетради, определяем, к какому склонению относится слово «тетради», в данном случае третьего, и слово «помощник» ставим в ту же форму, в «ржи» от слова «рожь». Родительный падеж, нет «ржи». И тетради, соответственно, тоже буковка «и» в окончании. Но всё это вы и так знаете, помните из курса начальной школы. Не будем забывать информацию новую, которую вы либо в пятом, либо вы только сейчас узнаёте. Это особенности существительных, оканчивающихся на «и», «ия», «ие». Но здесь запоминать следует только то, что во всех спорных, сложных случаях, если вы сомневаетесь, то пишите просто везде «и». Речь идёт о таких существительных, типа «акция», какой-нибудь «санаторий» на «и», и созвездий «е», допустим, для среднего рода, оканчивающихся на «и», эти существительные будут относиться каждый к своему типу склонения. Например, оканчивающихся на «ия», то есть это существительные женского рода, они будут, поскольку окончание у них «я», будет относиться к первому склонению, и «и», «е» ко второму, это, соответственно, мужской и средний род. Но парадигма окончания у них будет несколько иной. В родительном, дательном и предложном падежах окончание «и». Ну, приведём пример. Допустим, «акция» к первому склонению, да, оно относится, но проверяем. Нет акции, если сравнить со стеной, например, то здесь тоже всё совпадает. «Нет стены, нет акции». «И» и «и», ну, они здесь в данном случае взаимозаменяемы, то есть можно проверить «и» и «и», главное, чтобы с «е» не перепутать, да, здесь совпадает. А вот в дательном, смотрите, «дам стене», но «дам акции». Да, здесь нужно написать «и». Или часто встречается эта орфограмма в именах полных, например, «Валерия», «Валерий», да, «дам Валерии». Мы должны написать в окончании буковку «и», потому что помним о особенностях склонения, существительных на «и», «я». И также в предложенном проверяем «думаю о стене», но «думаю об революции». Допустим, о революции «и» здесь тоже отклонение от основной парадигмы и в окончании нужна буковка «и». Также можно проверить средний и мужской род. Думаю о созвездии «и», но «думаю об окне». Различия очевидны. Санаторий, стол, да, думаю о столе, но о санатории «и». Вот о чем нужно помнить, проверяя орфограммы в окончаниях существительных. Теперь перейдем к более сложной теме. Это орфограмма в существительных суффиксах. Как правило, люди по окончании школы не очень хорошо помнят уже правописание суффиксов, какой бы то ни было части речи, и лишь в их памяти остается закрепленное понятие о тех понимании, о написании тех или иных суффиксов. Вот, к примеру, на этом слайде представлены вам перечень одних из самых распространенных суффиксов существительных. Во второй колонке их примерное значение и примеры слов с этими суффиксами. посмотрите на них. И обычно носитель языка или тот, кто хочет написать какое-то слово на русском языке, должен помнить о том, что, к примеру, суффикс «тиль», обозначающих профессию или род деятельности человека, пишется именно через «е», «тиль». Да, это суффиксы русского языка, конечно, некоторые из них могут в родственных языках дублироваться, ну, той же языковой семье, скажем, в украинском, белорусском и так далее. Так вот, люди обычно помнят о том, что суффикс «тиль» обозначает лицо по профессии, а суффикса «тиль» у нас просто не существует. И из-за этого ошибок здесь не допускают. Но есть суффиксы, написание которых все-таки закреплено несколькими правилами, которые неплохо бы знать. И вот на некоторых из них мы сегодня постараемся остановиться подробнее. Но это будет далеко не весь перечень суффиксов, правил в суффиксах существительных. Но в запоминании этих правил особой необходимости нет. С увеличением вашего языкового опыта, который набирается прежде всего из чтения вами книг, какой-то художественной литературы, закрепляется в зрительной памяти написание тех или иных слов. И вы обычно не ошибаетесь. Но все-таки перейдем к основным правилам, о которых я вам сегодня хочу рассказать. Первое правило – это чередование согласных «ч» и «щ» в суффиксах существительных «чик» и «щик», которые используются в суффиксах существительных, которые обозначают лицо по роду его деятельности. Чаще всего это профессии. Так вот, какое здесь правило, в чем оно заключается? Мы смотрим на основу, от которой образовываем данное слово. Например, от слова «резать» «человек, который что-то режет постоянно», мы называем «резчик». И при произнесении этого слова мы слышим четко «щ» – «резчик». Но писать, конечно, так будет неправильно. Поэтому мы пользуемся правилом. Если основа слова, от которой образовывается нужное нам существительное, оканчивается на согласные «д», «т», «з», «с» или «ж», тогда мы выбираем суффикс «чик». Если основа оканчивается на любой другой согласный, то мы выбираем суффикс «щик». Как же запомнить эти никак не связанные, логически не выведенные слова основы «д», «т», «з», «с» и «ж». Есть такая хорошая фраза, которая позволяет все эти буквы собрать в одно предложение. И предложение – это «я тоже здесь». Все согласные в этом предложении как раз и будут представлять из себя как раз те, которые нам нужно запомнить для правописания суффиксов «чик» и «щик». Посмотрите на примере. «Ре-щик» – основа слова «резать», образованная эта существительная, основа заканчивается на «з», поэтому мы выбираем суффикс «чик». Также «пулеметчик» – слово «пулемет» оканчивается на «т», выбираем «чик». «Перебежчик» – слово «перебежать» – тоже «чик». Во всех остальных случаях, например, «компьютерщик» оканчивается на «р», «уборщик», на «р» или «каменщик». Везде мы в остальных случаях выбираем суффикс «щик». Важно помнить одновременно с этим правилом, что в словосочетаниях «н», «щ», допустим, или любые другие согласные, кроме «ль», писать мягкий знак не нужно. Только после согласного «ль» нам нужен мягкий знак. В словах типа «кровельщик», «пильщик», «прогульщик», «текстильщик». Вы можете и другим правилом руководствоваться, что словосочетания, например, «ч», «н», «н», «щ», «н», «ч», соответственно, где шипящие согласные «ч» и «щ» всегда мягкие, и мягкость их обозначать дополнительно не нужно в словосочетаниях «н», «щ». А именно это сочетание как раз и вызывает наибольшее количество ошибок и сложностей. Вот такое правило. То есть смотрим здесь на окончание основы «я тоже». Здесь это фраза, которая вам поможет запомнить перечень этих согласных. Одно из домашних заданий, у вас будет оно несколько заданий на разные орфограммы, будет как раз вот на запоминание этой орфограммы, через суффиксы «чик» и «щик». Следующая сложность распространена в написании суффиксов. Кровельчик, ребят, это тот, кто занимается починкой крыш. Крыша и кровля – это слова-синонимы. Он, наверное, занимается ремонтом крыш, укладкой крыш. Вот кто такой кровельщик. Так вот, суффиксы «ек» и «ик». В словах типа «замочек» и «ключик». «ек» и «ик» в данном случае оба суффикса несут уменьшительное значение, слово доносят, да, приносят, привносят в слово уменьшительное значение. Но иногда мы выбираем «ек», а иногда «ик». Правило здесь такое. Мы пробуем изменить форму слова. Если замечаем, что гласная выпадает, убегает, да, так называемая беглая гласная, то значит это буковка «е». Беглых гласных «и» у нас не бывает. Соответственно, если буковка «и» остается, есть ключик, нет ключика, есть пальчик, нет пальчика, да, например, в этом случае мы пишем «и». Алгоритм следующий. Выделяем корень слова. Видим, что орфограмма не в корне, а в суффиксе. Если перед нами суффикс «ек» или «ик», то просто изменяем форму слова. Если появляется беглая гласная, или исчезает, наоборот, беглая гласная, значит это «е». А если она остается во всех других формах, то пишем буковку «и». Ключик, замочек, ключик, соответственно, меняем ключика, пальчика, школьника. Там, где «и» остается, значит это, собственно, и есть «и». Если появляется беглая гласная, то беглая у нас может быть только буковка «е». Например, в словах «замочек», «сыночек», «сыночка», «подарочек», «подарочка» и так далее. Вообще, выбор буквы «е» или «и» свойственен многим суффиксам русского языка. Вы можете встретить одновременно перечень всех правил на выбор буквы «е» или «и» в суффиксах существительных. Ну вот, к примеру, у нас на этом слайде я предлагаю одну из таких таблиц, где все варианты «е» и выбора «е» или «и» представлены. Итак, «и» если гласная не выпадает при склонении, то, о чем мы только что говорили, «и» если гласная выпадает. Лучик, лучика, замочек, замочка. «и» в суффиксе «иц» или «ец» будет показателем женского рода, например, «красавица». И «ец», противоположное, это для мужского рода свойственно. Тот же самый «красавец» будет суффикс «ец», поскольку это слово мужского рода. Относительно среднего рода здесь сложнее. Нам нужно, чтобы в окончании слова, в котором есть этот суффикс, в среднем роде, не было ударения. «Креслице» здесь удаление на корень, удаление на корень, поэтому суффикс «иц». А вот если окончание ударное в слове среднего рода, то, значит, мы выбираем суффикс «ец». Это, правда, сложно. Несколько факторов нужно учитывать. Здесь гораздо проще обратиться либо к словарю, либо основываться на своей памяти, доверять своей памяти визуальной, как пишется слово. То же самое, «креслице» или «пальтецо». «Ичк» мы пишем в суффиксах существительных, в которых в других формах есть «иц». Ну, например, «луковица», «пуговица». И «ичк», соответственно, уменьшительный суффикс, «пуговичка», «луковичка». Но здесь ведь, посмотрите, не совсем о суффиксе идет речь, потому что в слове «пуговица», например, «пуговиц» и будет корень, а в форме «пуговичка», «чейце» просто чередование, и это часть корня получается. Часть корня, и, соответственно, и там тоже никак не меняется на «е». В остальных случаях предлагается писать суффикс «ечк». «Семечку», «девать», например, «душечка» и так далее. Во всех других суффиксах, где «иц» в основе не остается. И суффиксы «инк» и «енк» тоже примерно таким же образом проверяются. Если есть «инк» в других формах, «инк», точнее, «горошина», «горошенка», то и пишется в суффиксе «инк». Если таких форм с «инк» мы не находим, значит, пишем «енк», «башенка», «монашенка» и так далее. Еще раз, вот это правило, этот перечень правил очень сложен и нелогичен, поэтому запомнить их практически невозможно. Но перед нами в нашем распоряжении всегда есть словарь, и больше читайте, чтобы тренировать вашу визуальную память на грамматические формы слов. Еще одна орфограмма, которая важна для правильного написания существительных, впрочем, она же важна и для написания любых других частей речи. Речь идет о буквах «о», «ё» или «е» после шипящих. После шипящих и «ц». Я дополню эту таблицу, потому что они ведут себя абсолютно так же, эти буквы после буквы «ц». Итак, здесь все зависит от того, в какой части слова данная орфограмма. Ну, например, в слове «шепот», что мы должны написать в слове «шепот» после буковки «ш». Мы слышим «о», но это далеко не значит, что и писать мы будем «о». Как мы должны действовать? Мы должны определить, в какой части слова находится данная орфограмма. Поскольку «шепот», «шептать», «шепчет», мы видим общую часть «шепот» или «шептать». Все эти согласные мы видим и в других формах слова, значит, полностью все слово «шепот» будет представлять из себя корень. То есть орфограмма в корне. Дальше, вторым этапом, после того, как мы определили, что орфограмма в корне, мы подбираем другие слова, где было бы чередование этой буквы с буковкой «е» в других формах. «Шепот», «шептать» мы уже подобрали. Поскольку есть «е», вот здесь, кстати, взаимопроверка проходит в данных словах. «Шепот», вторую букву мы проверяем и понимаем, что там буковка «ё», потому что есть слово «шептать», где будет буква «е». Но как понять, что там буква «е», если перед вами первоначально встретилось слово «шептать»? То мы проверяем словом «шепот» как раз и помним о том, что там буковка «ё», как раз потому что есть суффикс, точнее слово «с е» шепчет. Ну или в данном случае к данному слову есть и другое слово «шепчет», где четко слышно «е». Вот если такие слова находятся, значит, мы пишем буковку «ё» в корне. «Шепот» через «ё». Если такого родственного слова не находится, значит, перед нами, скорее всего, заимствованное слово, и писать мы здесь должны буковку «о». «Шорты», «шорох», «шок» и так далее. Если перед нами «о», «ё» или «е» после «шепящих» не в корне, а в суффиксе или окончании, например, в слове «зайчонок». «Зайчонок» корень «зайч», где «ч» чередуется с «ц». И «онок» – это суффикс, суффикс, обозначающий «детеныши и животных». Смотрим, в глаголе это орфограмма или нет. Ну, «зайчонок» к глаголу никакого отношения не имеет. Переходим вот на эту сторону схемы. И понимаем, есть ударение или нет ударения. «Зайчонок» ударение есть, поэтому пишем буковку «о». Если ударения нет, то это буква «е». Если бы орфограмма была в окончании, то то же самое правило, под ударением «о», без ударения «е». Если перед нами одна из глагольных форм, в том числе причастие, идея причастия, то всегда пишем буковку «ё» или «е». «Думаешь», «сечёшь», «кручёный», «сгущёнка» и так далее. «Сгущёнка» тоже образована от глагола слова «сгустить». Это сгущённое особым образом молоко с сахаром, сгущёнкой мы называем. От глагола «сгустить», поэтому, несмотря на ударение, буковка «ё». Ну и большинство суффиксов всё-таки требуется запомнить для правильного их написания. Их не так много, чаще всего они повторяются. Вот посмотрите, суффиксы «и» всегда пишется в существительных женского рода «ин», например, в слове «глубина», в суффиксе «иц» или «ниц», «иц» мы разобрали, в слове «ниц», например, «красавица», какая-нибудь «носительница». В существительных женского рода «женоизн», «белизна», «голубизна» и так далее. И в существительных абстрактных с суффиксом «инств», «достоинства», ну и подобные им. Суффикс «о» всегда пишется в суффиксах мужского рода «ок», «ор», «от», точнее, в женском роде суффикс «от», «ость». Примеры «подарок», «литература», в женском роде «от», «слепота», «бедность», «гадость», «робость» и так далее. И суффиксы «е», «е» в суффиксах – это «ест» в существительных среднего рода, да, тоже абстрактных, «рождество», «праздненство». существительных женского рода, тоже образующих общие понятия «ед», например, «нищета» или «собирательных», «беднат», нет, тут «от», извините. «Енг», «есть», «ец» и «тель». Чаще всего именно в суффиксах, к сожалению, мы должны опираться на свой языковой опыт, свою языковую память и выбирать то или иное правильное написание. Ну, у нас немного времени, а я еще хотела подробнее объяснить вам домашнее задание. Перейдем к нему. Заданий будет три. Первая из них заключается просто в постановке нужной буквы. Первая группа слов, это первые две строчки, они на определение нужного суффикса «чик» или «щик». Здесь мы вспоминаем фразу-помощницу «я тоже здесь». Если перед нами основа на «другие», согласная оканчивается, то мы пишем «щ». Если на «д», «т», «з», «с» и «ж», тогда «чик». Вторая группа слов в этом же задании на суффиксы «ек» или «ик». Здесь мы изменяем форму слова. Если гласная беглая, то это гласная «е». Если гласная остается, значит, мы пишем «и». Второе задание тоже на правила суффиксов «чик» или «щик» от представленных слов. Это слова разных частей речи. Глаголы здесь есть, существительные. А вам нужно образовать слова, которые обозначают людей, выполняющих ту или иную деятельность. Например, перевозит у нас перевозчик, переплетает переплетчик. Кровля, вот о которой спрашивали, тот, кто занимается вопросами починки крыш, называется кровельщиком. А как правильно записать этого слова, вы вспомните, опираясь на правила по суффиксам «чик» и «щик». И следующее задание. Следующее задание, последнее. Здесь вам предлагается правильно записать словосочетание. А для того, чтобы это сделать, вам нужно вспомнить, к какому склонению относится то или иное существительное и в каком падеже оно здесь представлено. Для того, чтобы закрепить этот навык, я предлагаю вам не просто правильно записать словосочетание, но и в скобочках к данному слову указать тип его склонения. Помним про три основных типа склонения, первое, второе, третье, и разносклоняемых существительных. Это было на прошлом нашем занятии. Здесь 10 существительных на «мя», «знамя», «бремя», «время» и так далее. Плюс существительное «путь». Они относятся к разносклоняемым, то есть тип склонения, вы так и будете записывать разносклон. Ко всем остальным, первое, второе или третье склонение. И также вспомните, потренируйтесь на определение падежей. Падеж будет диктовать вторая часть данного словосочетания, которые требуются в правильную форму поставить нужное нам существительное. И еще вспомните раздел «морфологию», уже пройденный нами, и попытайтесь выделить окончание во всех существительных. Не только в тех, которые вы ставите в нужную форму, но и в других, встретившихся вам в этом задании существительных. Например, в слове «слух» окончание тоже есть, поскольку это изменяемое слово, но оно нулевое. Нулевое. Значит, вы просто пустой квадратик для обозначения окончания используете. Ну вот, в общем-то, и все, что я вам сегодня хотела рассказать. Если есть какие-то вопросы, то я на них постараюсь сейчас ответить. Парламентарий вас интересует? Да, совершенно верно. Мартин Питкун вам предложил вариант «член парламента». Можно дать такое определение. Сделайте скриншоты последних заданий, домашних заданий, извините. В общем, это два последних слайда. Ну и когда лекция будет вам доступна в записи, вы тоже можете к материалу вернуться. Если вопросов у других нет, то я с вами прощаюсь. До следующей недели. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.